Баскетбольный клуб Ростов-Дон Ведение мяча вслепую – традиционное начало ежедневной тренировки. Лера Горбанева – самая активная болельщица Ростов-Дона. На игру попала не просто так. Вместе с мамой показала лучший результат в отборочном конкурсе. По детским фотографиям узнала девочек и тренерский состав клуба. После 10 минут на паркете чувствует себя как баскетболистка со стажем. После того, как ребенок изъявил желание заниматься баскетболом, а желание ребенка – это, понятно, всегда для родителей закон, можно так сказать, мы пришли заниматься. Занимались и увидели, что у нас есть, оказывается, баскетбольная команда Ростов-Дон-Женская. И пришли посмотреть первую игру. Нам очень понравилось всей семье. Мы ходим мама, папа, я спортивная семья. Пробежка, выпады, растяжка. Базовую подготовку сменяют специальные баскетбольные упражнения. Полноценная тренировка. Никаких поблажек. Мой любимый игрок Евгений Окснер. Баскетбол мне нравится. Он очень энергичный спорт. Мне очень бы хотелось играть в этом клубе. После разминки кульминация дня. Матч Ростов-Дон. Баскетбольная семья. Неравные силы искусственно уравнены. Когти пантер прикрыты перчатками. Выход в финал Суперлиги счет матча не определяет. Однако азарт у профессионалов не меньше, чем у болельщиков. Мы хотим, чтобы все поняли, что это девочки. Они все умеют разговаривать. Они все интеллигентные, красивые, милые. И хотелось бы, чтобы зрители таких знали и помнили. И понимали, когда во время игры они преображаются в таких диких кошек. Это только игра. Организаторы обещают не оставить матч пантеры баскетбольной семьи разовым событиям и регулярно проводить товарищеские матчи. Только примерив на себя форму кумиров, можно по-настоящему полюбить этот красивый спорт. Немного о футболе. Ростовские армейцы несут первые потери. В нынешнем межсезонье красно-синих покинули сразу два футболиста. Георгий Смуров и Михаил Бирюков приняли решение перейти в клуб ФНЛ «Динамо» из Санкт-Петербурга. А футбольный клуб «Ростов» принял решение отказаться от услуг Эдгара Сочеснаускиса. В настоящее время «желто-синие» занимаются поиском нового клуба для литовского хавбека. А на сегодня это все. Любите спорт, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова